Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Наталья Чудина и сначала коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Черногорске. Из-за недоработки местной администрации без газа может остаться более 11 тысяч человек. Так откровенно и скажите, что это недоработка города, что упустили, что не контролировали, что этот вопрос не ставили в том числе перед надзорными органами. А сейчас просим деньги у республик. В ближайшее время в Хакэсе откроются детские сады, а также возобновится плановая медпомощь. Однако пожилые люди по-прежнему наиболее уязвимы перед ковидом и должны сидеть дома. Риск сегодня, встретившись с ковидом у данного гражданина, 65% что он погибнет, если он только у нас сегодня поразится коронавирусной инфекцией. Если это население услышит... Ключи от квартиры в новостройке получили сегодня сироты из Усть-Абаканского района. Причем жить молодежь теперь будет в Черногорске. Вручается Денисовой Марии Николаевне. Штормовое предупреждение. Сегодня в ночь и завтра в Хакэсе ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Местами крупный, шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду. А вот чего ждать от последнего летнего месяца, нам рассказали синоптики. Среднесуточная температура воздуха в августе составит плюс 17 градусов. В первой декаде показатели термометра будут колебаться от 23 до 28 градусов тепла. Во второй и третьей декадах станет прохладнее. Днем 20-25 градусов, ночные температуры составят 8-13 градусов со знаком плюс. Отмечается, что первая половина месяца будет дождливой с грозами. Общее количество осадков в августе до 110% от месячной нормы. Удобное нововведение в Абакане. Уже с августа появится единая квитанция за коммуналку. Один платежный документ придет от пяти ресурсоснабжающих предприятий. В перспективе создание единой квитанции с начислениями от всех коммунальных компаний. Жителям станет удобнее. Путаницы в счетах будет меньше, как и ненужных бумаг. Каждый месяц горожане получают от пяти до девяти квитанций. Ведь с переходом на прямые договоры каждая ресурсоснабжающая организация сама начисляет плату, печатает квитанции и доставляет их потребителям. В августе количество платежек сократится как минимум вдвое. Сибирская генерирующая компания, водоканал, аэросети, фонд капитального ремонта и компании по обслуживанию домофонов объединились и решили создать единый платежный документ. Очень важно передавать данные ресурсоснабжающим компаниям до 25 числа. А единую платежку абаканцы будут получать до 7 числа каждого месяца. В Абакане скандально известная организация ДСУ-7 активно взялась за ремонт улицы Пушкина в границах Некрасова-Тараса-Шевченко. Рабочие трудятся усиленными темпами. Одни снимают старый асфальт, другие укладывают бордюрный камень, третьи меняют светофоры. Дело в том, что работы начались с отставанием почти на три недели. И удастся ли подрядчику закончить все работы до сентября, неизвестно. Отмечу, капремонт выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Коммунальщики набрали неплохие темпы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. Более сотни котельных уже готовы растопить печи. Однако не во всех территориях все идет гладко. Подробная информация о подготовке к холодам сегодня была озвучена на совещании в правительстве Хакаси. Передаю слово моей коллеге Юлии Свинцовой. Подготовка жилфонда к зиме сейчас основная задача для муниципалитетов и управляющих компаний. На сегодняшний день этот показатель составляет около 60%. Озабоченность вызывает ситуация, сложившаяся в Ширинском районе. В селе Шира, поселках Жемчужный и Коммунар многоквартирные дома уже много лет фактически беспризорники. Они не числятся на балансе ни у одной управляющей компании, следовательно, и не обслуживаются должным образом. Позиция главы района однозначно создавать муниципальное, муниципальное предприятие мы не будем, потому что это незаконно. Юридическая служба однозначно сказала, что делать это нельзя. Еще есть проблемы, конечно, то, допустим, у нас территория Шира, она сейчас у нас, вы знаете, у нас на выборы выходит. Прямо скажем, у нас там без власти. С такой позиции в корне не согласен региональный минстрой. Специалисты уверены, решение задачи есть, нет желания. Выход есть. Не то, что, как говорит администрация Ширинского района, что выхода нет. Их юристы считают, что нельзя создавать никакие предприятия. И никакие в любой, ну, в некоторых организационных правовых формах можно это делать и нужно это делать. А не просто прямолинейно, ежегодно объявлять открытые вот эти вот аукционы на выбор, или там, точнее, конкурсы на выбор управляющих компаний, куда никто не приходит. И просто это формальное выполнение властью своих полномочий. Еще одна больная точка – Черногорск. Проблемы с отоплением после захода в город СГК исчезли, но всплыли новые. На этот раз с газом. Власти просят у республики 15 миллионов рублей на диагностику газовых групповых установок, которые по закону принадлежат муниципалитету. Если сегодня мы вопрос не решим с дополнительным субсидированием, у нас может повториться и варь этого года. И останется без газа более 11 тысяч людей. А что власти на местах там сейчас предпринимают? Ничего, Антон Ильич. Просто пишут письма в адрес Минстроя, Минфин. То, что там была частная компания, это не отменяло того факта, что вы были собственником и обязаны были контролировать. За многие годы так эта экспертиза и не была здесь сделана. То есть тут с больной головы на здоровую это перекидывать не надо. И вы так откровенно скажите, что это недоработка города, что упустили, что не контролировали, что этот вопрос не ставили в том числе перед надзорными органами. А сейчас просим деньги у республики. Естественно, мы жителей не бросим, и я сейчас поручение дам, этот вопрос прорабатывать. Но вы в первую очередь посмотрите у себя в бюджете. И это при условии отметил Валентин Коновалов, что Черногорск в этом году получил практически беспрецедентную финансовую поддержку. Дотации на сбалансированность были увеличены более чем на 40 миллионов рублей. Так что в обследование газовых установок черногорским властям все же придется вложить городские рубли. Юлия Свинцова, Антон Михайлов, РТС. А сейчас об интересных инвест-проектах. Яхт-клуб Хакасии планирует благоустроить берег Енисея для создания причального комплекса парусной школы и локации для туристов. Проект предполагает строительство учебного центра, ресторана и передвижных глэмпингов, комфортных гостевых домиков как на суше, так и на воде. Яхт-клуб связывает дальнейшие планы с ростом потока туристов, которые активизировались после чартерных рейсов аннекс-тур в республику. Перспективы развития комплекса авторы идеи уже обсудили с заместителем главы республики Ириной Войновой. Яхт-клубу предложено обратиться в гарантийный фонд Хакасии, который может предоставить льготный кредит для категории стартап. Есть возможность поучаствовать в конкурсе на получение республиканской субсидии. Если предприниматели получат официальный статус туроператора, у республики будет возможность предоставить крупный кредит на более выгодных условиях. Еще один важный инвест-проект «Бентонит Хакасии» планируется включить в Енисейскую Сибирь. Проект предполагает модернизацию действующих производственных мощностей и увеличение объемов продукции. Отмечу, что бентонитовые глинопорошки и гранулы, которые планируются выпускать в Хакасии, востребованы в нефтегазовой, атомной, металлургической и литейной промышленности. Инвестор имеет собственную сырьевую базу. Также с компанией ведутся работы по расширению запасов минерального сырья и освоению новых месторождений. В республиканском правительстве перспективный проект решили поддержать и направить документы на рассмотрение федеральных органов для включения в комплексный инвест-проект «Енисейская Сибирь», который направлен на развитие трех регионов – Красноярского края, Республик Тывай и Хакасия. И позволяет получить финансовую поддержку от государства. Получить господдержку могут и аграрии Хакасии. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии приступило к проведению конкурсов грантов. Общая сумма грантов в этом году почти 118 миллионов рублей. Средства предусмотрены из федерального и республиканского бюджетов. На сегодня уже принято 33 заявки. Получить финансовую поддержку могут потребительские сельхозкооперативы, начинающие семейные фермеры, а также дачные общества. И о коронавирусе. Еще 60 жителей Хакасии благополучно справились с коронавирусом. Общее число выздоровевших – 2436 человек. За последние сутки в республике выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. 5 пациентов поступили с признаками ОРВИ. 8 случаев – это служебные и семейные контакты. Один выявлен у жителя Хакасии в ходе пребывания в Красноярском крае. Два – в ходе планового мониторинга. Получают лечение 350 человек. У 22 из них тяжелая степень – трое на искусственной вентиляции легких. Детские сады в городах и районах в ближайшее время откроются в обычном режиме. Речь об этом, а также о возобновлении плановой медицинской помощи сегодня шла на очередном штабе по борьбе с коронавирусом. 2818 случаев заболевания коронавирусом официально подтверждено в Хакасии. Почти 90% заразившихся уже прошли лечение и выздоровели. Ежедневная статистика подтверждает – вирусная кривая ползет вниз. Эпидемиологи осторожно намекают на преодоление пика. Положительная динамика принесла отличные новости для родителей дешкалят. Есть необходимость рассмотреть возможность открытия детских садов при полной их готовности за исключением трех муниципальных образований, где эпидситуация не позволяет этого сделать. Это город Абакан, Аскиски, Алтайские районы. Курс на выздоровление, конечно, не может не радовать, отметил глава региона. Но впереди осень, а значит традиционного всплеска гриппа и урви избежать едва ли получится. Прививочную кампанию в этом году необходимо провести с максимальным охватом населения. Конечно, к этому периоду нам нужно активно готовиться, особенно к началу учебного года, что также вызовет осложнение эпидемиологической обстановки. Но, по крайней мере, мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. С понедельника планируется возобновить и оказание плановой медицинской помощи. В то же время для граждан старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями, режим самоизоляции продолжает действовать. Тех, кто попадает в эти категории, просят оставаться дома, ведь зачастую это вопрос жизни и смерти. Риск умереть просто, имея сегодня ишемическую болезнь сердца, не встретившись с ковидом, минимальный. Риск сегодня, встретившись с ковидом у данного гражданина, 65%, что он погибнет, если он только у нас сегодня поразится коронавирусной инфекцией. Если это население услышит, это должно сегодня оценивать свое состояние здоровья каждый гражданин нашей республики и понимать. Александр Стреленко отметил, что необходимость оставаться дома вовсе не означает, что люди старше 65 лет останутся без медпомощи. Формат ее оказания сейчас для многих даже удобнее, ведь позволяет избежать бессмысленной траты времени на ожидание своей очереди к специалисту. Сегодня врач участковый посещает на дому, при необходимости, если возникает какое-то обострение заболевания, вызывает на дом, может вызывать сегодня неотложную помощь и скорую медицинскую помощь. Все необходимые препараты, которые необходимы для планового лечения, участковый врач при необходимости выписывает. Существует по ряду в наших территориях в республике Хакасия адресная доставка препаратов для лиц с ограниченными возможностями. Часть выполняется исследованием, может быть, в домашних условиях. Те исследования, которые невозможно выполнить, и консультации, которые невозможно в домашних условиях выполнить, значит, врач определенный час, день договаривается в своей поликлинике, чтобы сегодня со всеми нормами, по времени, по дистанции, данный гражданин мог прийти и получить то или иное обследование или ту или иную консультацию специалистов. В республике свою работу начинают кинотеатры, которые сделали паспорта готовности. Накануне в Саиногорске распахнул двери для зрителей кинотеатр «Альянс». Завтра в Абакане открывается «Наутилус», а 1 августа «Луначарский» в Черногорске. Кинотеатр «Ролби», скорее всего, запустится со следующей недели. Все киноцентры заявили о готовности соблюдать требования Роспотребнадзора. Промежуток между сеансами должен составлять 30 минут для дезинфекции и обработки помещения. Появится отдельный вход и выход, чтобы разделить потоки посетителей. Кроме того, зал должен быть заполнен только наполовину с соблюдением дистанции и масочного режима. Между тем, у киноцентров возникла проблема с репертуаром, ведь киноиндустрия несколько месяцев простаивала. Поэтому в репертуаре могут быть фильмы, которые уже вышли. А в Абаканском «Наутилусе» объявили неделю хакасского кино. До 5 августа можно будет увидеть картины киностудии «Хакасфильм». Премьеру художественного фильма «Белая дорога Эльзы», документальную ленту «Я, Хакас», научно-популярный фильм «Ледники черного июса», а также знаменитое мумиё. Все картины сняты в Хакасии и посвящены ее культуре, природе и людям, живущим на этой земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Абакане скоро будет еще один городской пляж. Его обустроят на набережной по проезду Северной. Такое решение приняла администрация республиканской столицы. Сегодня приступили к очистке дна дрены. Подогнали тягачи, чтобы вытащить со дна затопленный старый понтон. Водолазы обследовали участок, работы много, на дне лежат бетонные блоки, металлические конструкции. Дно администрации города будет чистить совместно с Управлением инженерных защит. О том, когда планируется закончить работы, пока не сообщается. Ключи от квартир в новостройке получили сегодня сироты из деревень Усть-Абаканского района. Причем третий год администрация района успешно заселяет молодежь в Черногорске. Репортаж Катерины Ирушиной. И стал парень дальнею дорогой, завернул погреться вну дорогу. Это еще не новоселье, а только вручение заветных ключей властью Усть-Абаканского района сделали из этого события настоящий праздник с мини-концертом. Прямо во дворе дома на линейной 257, где теперь будут жить получатели квартир. Это 8 сирот из разных сел района. Вручаются Денисовой Марии Николаевне. Мария Денисова приехала из Алла-Черков. У нее уже своя семья, четырехлетняя дочь Дарина. Молодая мама рассказывает, встала в очередь три года назад, когда училась в Черногорске. Выиграла суд. И когда предложили квартиру именно здесь, с ответом не раздумывала. Я здесь училась, это уже как для меня, ну как мой город. Уже все здесь знаю, и это очень хорошо. Вот. Когда дочери сказала, так там она мне потом весь, каждый день, когда поедем, когда поедем. И вот вчера сказала, за ключами. Вот полночи не спали. Мне не терпилось заглянуть на площадку. Что на площадке понравилось? Все понравилось. Большая комната под отделку, уютная кухня и комфортная ванна. Но больше всего впечатлило много воздуха и света. Спасибо вам большое. А что вы? Что вы? Ой. Простите самое главное, да? Здоровенькие. И будьте счастливы здесь. Администрацию Стиваканского района уже третий год закупает квартиры сиротам в новостройках, именно в Черногорске. Новое жилье обживает уже больше 20 человек. Я считаю, что это правильно. И, во-первых, рядом, это город. Во-вторых, больше возможностей. Здесь инфраструктура уже социальная. Школы, детские сады. Ну, я считаю, что будущее должно быть. И не важно, где они живут. Самое главное, чтобы это было для людей. Это наша задача. Поэтому очень здорово. Если бы нам еще побольше давали финансирование, мы бы их освоили еще и больше. Каждая квартира чуть больше миллиона рублей. На приобретение жилья из федерального и республиканского бюджета было выделено 11,5 миллионов рублей. Власти района тщательно подходили к выбору. Застройщик нам все, по первому же замечанию, все устраняет, если таковые есть недоделки. И сирота смотрит, ему нравится эта квартира. Мы заключаем мировое соглашение обязательно с ней, потому что многие дети живут в отдаленных уголках района нашего. Это из Черков, это из Узбюря, из самых дальних сел. Мы должны у них спросить согласие. Как правило, к переезду готовы все. Сейчас у новоселов приятные хлопоты. Нужно перевезти мебель, устроить детей в школы и детские сады Черногорска. А некоторые уже ожидают пополнения второго ребенка. Катерина Ярушина, Руслан Шелдынов, РТС. Важная информация для молодежи. В этом году в связи с пандемией коронавируса молодежный этно-туристский форум «Этнова. Теплая Сибирь» пройдет в онлайн-формате. Теперь принять участие в образовательной программе форума можно из любой точки мира и даже не выходя из дома. Участники форума могут выбрать одну или несколько дискуссионных площадок. Молодежные лидеры, молодежные профсоюзы, добровольчество, образование, молодые специалисты РЖД. В качестве спикеров приглашаются лучшие эксперты России из разных сфер деятельности. Работа образовательных площадок продлится с 3 по 7 августа. Более подробная информация опубликована на странице группы форума во ВКонтакте. От него отказалась собственная мать, 11-летний Андрей, уже два года совсем один. Но мальчик верит, где-то есть люди, которые станут для него настоящей семьей. И надеется, что в этом ему поможет наша рубрика «Жду маму». А мы начинаем с хороших новостей. Маленькая Лилечка, о которой мы рассказывали в одном из наших выпусков, обрела семью. Малышка уехала с новой мамой в Санкт-Петербург. Андрюша вот уже второе лето ждет маму. Только она все не идет. Мальчишка попал сначала в реабилитационный центр, где прожил самый долгий год своей жизни. Затем попал сюда, в детский дом. Его братьев и сестер забрали родственники. А Андрею не повезло. Я в пятый класс перехожу, мне 11 лет. Меня зовут Андрей. Ну, семья с вами помню. Я жил раньше в Саиногорске. Почему они тебя забрали, как ты думаешь? Ну, мама пила, потому что... Страшно представить, что видели эти глаза. Частые застолья, драки. Но мальчишка все прекрасно понимает. Пути назад в родной дом больше нет. Ну, ты бы вообще хотел домой. Андрюшку хотели забрать. Взрослые появились в его жизни лишь однажды и больше не пришли. Подарили надежду и тут же ее отняли, оставшись лишь неприятным воспоминанием. Но он не теряет оптимизма и очень хочет попасть в активную семью. Гонять с папой мяч по двору, покорять с родителями вершины гор. И просто любить, и быть любимым. Конечно, ему желательно, чтобы и мама, и папа были. Он хоть где-то немножко бывает, что скрытный мальчик. Бывает, что может и застесняться. Но вообще у него есть желание, чтобы была эта полная семья. И я думаю, даже если там будут еще детки, то ему это будет только на пользу. Мальчишка очень активный и отзывчивый. Его страсть – футбол и изда на велосипеде. Любит машинки и лего. У Андрея много друзей. Не хватает одного – мамы. Я люблю заниматься футболом и борьбой. Я тут ходил, занимался полгода, но занимался неофициально. Андрюшка верит в чудо и точно знает – мама и папа найдутся. И уж тогда он станет самым-самым счастливым. Ты веришь, что мы тебе найдем маму и папу? Да? На этом у меня все новости на сегодня. Еще больше информации на нашем сайте tvrts.ru и в социальных сетях РТС. Далее вас ждет прогноз погоды. Ну а я с вами прощаюсь. Удачи, до встречи в эфире. Спасибо.